В том элементарном ритме донести то, что там на спинансе бывшего посвящало, поэтому хотелось бы, чтобы есть свой, так сказать, линейка верная, Криппит называется, или Шмахаста, и даже в Криппе упоминается Криппит определенная, в которой мы явились, то есть все связано с размерами человека, потому что человек – это живая энергетическая единица духовная, и у нас с вами есть вибрация, которая создает наше тело, то есть оно наращивается из-за того, что если вам не интересен, вы можете написать email и вам в вашу руку в презентацию, то есть мы взаимосвязаны непосредственно, то есть наша энергетика, она реально существует, она создает внутреннюю инфекцию нашего тела, и поэтому у каждого свой конкретный рост, объем, цвет волос, то есть это ваше внутреннее энергетик, в то же время у нас есть, кто-то есть все возьмут их возьмете ватный, да, возьмете, как вы видите, у вас количество от exists обходчивого пола, где-то есть отбородка, 10 волосочного вы подбородка и на вашей руки, то есть древности у нее строились размеры, где-то пальмы называлось, Вот такие девять у вас должно быть, извините, вы померьте, придете, посмотрите, укладываете, если укладываете, вы просто супер, у вас идеальное тело. То есть это говорит об этом веопрации. Вот это вот пример дома, то есть я проектировала с одним архитектором американским дом для одного очень богатого индуса, который не пожалел денег и построить, решил себе дом в Асту-Шастре, уже был построен для него дом, амбар, поскольку там можно было строить только амбар, но он там живет, по сути дома. А теперь он еще прикупил, еще 35 евро, строит теперь усадьбу. Вот здесь все просчитано, то есть просчитан его, это здесь вот я вам показываю, как дезодекарь, как сектора, по сути, энергетические, как они рассматриваются под нашими землями. Вот есть еще такой семоскоп. Посмотрите, кому интересно, это уникально просто. То, что звук является творящим элементом формы, никак мне это не понять было раньше. Когда я посмотрела на резонанс, и есть такие паттерны, платья, такой был ученый, в 1874 году обнаружили это дело. То есть звук, по сути дела, он исчезает, то есть он создаёт форму, потому что её можно теперь увидеть, когда вы посмотрите на эти паттерны платья. Называется это симоскоп, сима – это волна. Здесь я просто хочу отметить, что в процессе изучения докопалась до того, что… И чем меня это глубоко тронуло? И поэтому меня выгнали везде. Я пока что ехать давно волнула. Потому что я туда ехала с акустическими приборами, чтобы замеряться акустикой в соборах. Меня туда развернули, и всё. Но теперь я с ловером работаю, надеюсь, что это всё потрясётся, потому что я собралась это делать через университеты не самостоятельно. И архитект, инженер акустик, который со мной работает, он же сделал замеры в некоторых соборах, в области парах, которые просто являются археологической единицей архитектуры. То есть это просто памятник архитектуры. Там никто не молится, то есть мы не оскорбляем никого тем, что мы замеры делали там. Он уже съездил, сделал замеры. Получил очень серьёзные, интересные результаты, которые мне пока не дал. И опубликовано это будет скоро в одном журнале, в общем, совместно писали эту статью. Что я вам хотела сказать? Мне два следа. Я говорила, что меня нет. Значит, есть, например, звуки, которые идут с зеленой. Есть категория этих звуков. То есть они описаны в древних упописях. Я взяла и посмотрела. Например, в такую шипу, да? У них вот Бел-бел-бел-бел-дам. Петалрус называется. Основная звезда в том созвездии. Которая называется супергегант. Она красный шар такой шипит. И понимаете, она шипящая. Просто на физическом плане. Я посмотрела, в древних упописях написано, что оттуда идут х, ш, х, м, ч, х. Звуки, да? Вот они шипящие. Поэтому у них четко все взаимосвязано. Надеюсь, я вас убедила. В общем, мы вас ждем. Мы ждем. Смотрите, вот есть акустика соборов, например, во Франции. Там все пропорции с нотами связаны. То есть это замороженная музыка, как говорят. И эта замороженная музыка, по сути дела, в пропорции с акустикой связаны. Для того, чтобы там звучали резонированные определенные ноты. Которые гармонируют слухом человека. Понимаете? С нашей энергетикой. По сути дела, вы, архитекты, создаете гармонный период. В древних работе. Мы там побывали. А вот это вот микротримулы, которые самая элементарная биологическая структура в нашем мозгу. В нейронах мы, на самом деле, получаем звук через звук. Открывается магнитный сигнал. И он начинает, путем химической реакции, образовывать физический звук в мозгу. И вот эти микротримулы в нее работают очень интересным фоном. То есть они могут уловить то, что мы думаем, что мы не улавливаем. То есть, по сути дела, мы, на самом деле, настолько зависимы от звука торгов, который существует в пространстве. И даже этого не подозреваем. Вот этот ученый написал, Сильв Гоу Хаббеттс написал, «В основе самого звука, его восприятие и воздействие на живое существо лежит математическое сердце, которое связывает самое основное взаимодействие в материи энергии и разума». Поэтому мы должны заполучить. Поэтому я хотела бы сказать, что эта наука действительно очень серьезная. Она стоит того, чтобы ее изучали. Есть уже в России молодые архитекторы, которые мне пишут. Они работают на PhD на своих диссертациях. И это будет применить в России. Она уже применить, но это будет уже на научном плане также. То есть уже применить о том, как у нас сигналы проходят по нашему мозгу, как мы связаны, по сути дела, с пространством здания нашего. Потому что там есть тонкие звуки, эти шумы, которые можно уловить. И еще более тонкие шумы, которые мы не можем уловить, но они описаны в руках. Поэтому рассчитывая здание в определенном формате, вы создаете живую энергетическую единицу, которая влияет на нас самым непосредственным. Поэтому мы даем вина на зданию, поговорим, что есть дымовой. Она вот тут и все идет, понимаете? То есть здание живет, естественно, материалы здания влияют также на то, как оно у нас влияет. То есть это все непосредственно связано с зеленым дизайном. Грин-дизайн, такой весь бас делим. Все, накачиваю. Вот это построено уже с сооружением четко. И в нем живет мой клиент уже 7 лет. Он сказал, что люди отходить не хотят. Хорошо, это неплохо, я не знаю. Думаю, что хорошо. Там очень просто замечательно. Там баркул построить. А мыши нет? Там мыши есть такая там секта. В общем, они все устроят из индивидуальных материалов. Все было просчитано. Вот это про мост танцевать, а тут идет космическая энергия. То есть световые фонари – это просто супер. Если вы делаете здание, особенно по центру. Вы это здание заряжаете очень мощными энергиями. Вот этот дом, который находится в земле. У него есть башня. Вот оттуда идет энергия. Она соединится с темерой земли, запущивается. И начинает резонировать. Все. 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 Все.